В самом конце марта вновь назначенный командующий операцией объединенных сил по освобождению Донбасса генерал-лейтенант Наев сказал о том, что получил от главнокомандующего задачу подготовить веренные ему силы для проведения в том числе и силовых мероприятий, направленных для достижения поставленной цели. Мало того, он заявил, что сроки для выхода на такую готовность сжатые и раскачиваться уже некогда. Там же он отметил, что в своей основе силы и средства уже вышли на готовность, но есть еще ряд мероприятий, которые предстоит выполнить до срока, установленного президентом. Сегодня уже сам Петр Порошенко сообщил о том, какие именно сроки были поставлены генералу Наеву май месяц текущего года. Похоже на то, что события ускоряются и впереди у нас жаркое лето. Об этом говорят как наши внутренние процессы, так и уже размашистые движения Запада в отношении РФ. Складывается впечатление, что этот свихнувшийся клоун и его больная труппа уже порядком надоели нормальному миру, а потому начинаются мероприятия по изоляции гадюшника. И дело тут не только и не столько в политических или даже конспирологических мотивах, но и в чисто экономических расчетах, которые стали созвучными нашим государственным интересам. Наши интересы прозрачны и просты. Нам надо изгнать оккупанта и поднимать экономику для плавной интеграции страны в евроатлантические структуры, дабы окончательно закрепиться там, где мы были изначально и откуда Московия нас вырвала силой 300 лет назад. Но понятно, что противник этому всячески препятствует. Очевидно, что будь у Москвы уверенность в успехе широкомасштабного вторжения в Украину, она бы это сделала уже давно, но не смогла решиться на это даже в 2014 году, а сейчас ситуация уже изменилась кардинально. В общем, РФ вынуждена действовать через прокладку, а лекарства от прокладок уже найдены, и лечатся они довольно успешно. Единственное, что сдерживает Украину вот уже пару лет, это желание избежать большой драки с Москвой. Но реалии таковы, что наша армия выходит на кондиции, когда может достаточно эффективно противостоять и регулярной армии РФ при условии активной помощи Запада оружием, боеприпасами и прочей амуницией, как это было во времена Ленд-Лиза. Похоже на то, что именно этот элемент Украина уже теоретически имеет, ибо оружие уже пошло в войска, и любое обострение ситуации только усилит этот поток. Теперь военные уже сами сигнализируют о том, что вышли на нужные кондиции, и пора бы гостей отправлять домой, ибо они у нас уж слишком засиделись. По тому обилию консерв, которые Кремль вскрыл в последние месяцы, ему бы хотелось давить на Украину изнутри, через свою агентуру, а не рубиться на поле боя. Но пока у них ничего не получается. Наше же командование, наоборот, смещает акценты на поле боя, и тому есть веские причины. Именно сейчас, когда РФ закусилась уже почти со всеми ведущими странами Запада, открывается окно возможностей для быстрого вышибания врага именно из оккупированных территорий Донбасса. В отличие от 2014 года, когда никто не мог поверить в то, что Путин может двинуть свои войска в Украину, теперь это ожидают. И по этому поводу все передвижения российской техники у границ с Украиной и в самой Украине фиксируются средствами электронной, воздушной и космической разведки США. Путинцы до сих пор считают, что если они завезут на территорию Украины что-то ночью, то этого никто не увидит. Но все фиксируется и документируется. Если в этот раз россияне попытаются повторить фокус августа 2014 года, то теперь этот номер не пройдет, ибо это мгновенно станет достоянием гласности со всеми вытекающими последствиями. Сейчас номер со сказками о выехавшем из военторга Буки, сбившем малазийский авиалайнер, не пройдут и близко. Теперь все фиксируется мгновенно, и если будет подтвержден факт массового захода войск РФ на территорию Украины, то это уже точно получит однозначную оценку Запада, и мы как минимум будем получать много, очень много оружия для закатки лепрозория в его дыру. Но кроме этого, есть еще две пружины, одна в Украине, а другая в США, которые двигают ситуацию именно в таком направлении. Связаны они с положением президентов нашей страны и штатов. На самом деле, это может стать одной из основных мотиваций для начала силовой операции освобождения Луганска и Донецка. То, как действует пружина в штатах, рассказывает сам Трамп, и судя по тому, какие действия идут за этими словами, тут есть о чем подумать. А Трамп говорит о поддержке национального производителя, в первую очередь это касается американской энергетики и оборонки. С самых первых шагов своего президентства Трамп стал снимать ограничения со своих энергетических компаний, связанных с экологическими и другими нюансами. Это не значит, что скважины стали бурить в заповедниках или посреди городов, но в любом случае им стало легче добывать углеводороды и, главное, транспортировать их по вновь строящимся трубопроводам. Сланцевая революция уже обеспечила штаты и нефтью, и газом, но следующий шаг связан с мощными экспортными программами. Это значит, что штаты выходят на уже сложившиеся рынки сбыта нефти и газа, где надо теснить конкурентов. И тут становится простой и логичный вопрос о том, кого же теснить. Союзников, наподобие Саудовской Аравии, не камильфо по разным причинам, в частности потому, что Аравия – постоянный и крупнейший покупатель американских вооружений. То есть деньги, вырученные от продажи нефти, все равно идут в Штаты, как оплата высокотехнологической продукции. То же самое касается и других союзных стран залива или той же Норвегии. Естественно, что под нож должны пойти рынки, на которых кормятся маргиналы типа Венесуэлы или Ирана. Неудивительно, что Трамп сразу повел мощную риторику с критикой обамовской политики в отношении ядерной сделки с Ираном, ядерная программа в обмен на снятие нефтяного эмбарго. Он очень близок в этом вопросе к позиции Израиля, считающего, что такие угрозы должны сниматься радикально и навсегда путем уничтожения соответствующей инфраструктуры. Тель-Авив имеет обширный опыт в таких делах и, безусловно, о ядерной программе Ирана уже все давно бы забыли, если бы Обама хотя бы не сдерживал Израиль, если не хотел помогать. Это значит, что Штаты нацелены на выдавливание Ирана и РФ из Европы, а если они берутся за рыночную борьбу, то им в этом нет равных. Просто представим, что с января 2019 года РФ перестает поставлять газ в Европу по каким-то причинам. Понятно, что Европа будет компенсировать баланс энергетики другими ее источниками, многократно усилив альтернативу, но и газ будет поступать из Норвегии и Африки по трубам и танкерным флотам из Штатов и того же Катара. Сейчас не станем подсчитывать конкретные цифры, что и кто может поставить и какая пропускная способность принимающих терминалов. Это все находится в динамике и постоянно меняется. Важен сам принцип. Здесь очевидно, что Штаты получают прямой заработок от продажи собственного газа туда, где раньше зарабатывал Газпром, и эти деньги сорвали ему крышу. Но это не все. Та же маленькая Норвегия закупила у Штатов более полусотни новейших F-35 и не только их. То есть полученные деньги, пусть и не все, идут на финансирование американской оборонки, загружая ее заказами на годы. То же самое и с Катаром, который бьет рекорды по закупке у США гражданских самолетов, но топчется в приемной американской оборонке в очереди за новейшей военной техникой. То есть деньги от продажи газа, пусть и не прямо, тоже идут в Штаты и поднимают ее промышленность, о чем прямо и говорил Трамп. То есть кроме политических активов, политика по выкидыванию РФ с рынка и закрытию ее за стенами лепрозория имеет и большие экономические выгоды. Хорошо, когда такая стратегия совпадает с желаниями союзников и партнеров, тогда это можно делать широким фронтом. В этом смысле любое резкое движение Москвы будет восприниматься как новый повод для ее выдавливания с богатых рынков сбыта. Теперь глупые движения Путина будут стоить Москве и все дороже, потому что теперь их ждут и знают, как правильно сконвертировать в политическую и экономическую выгоду. Здесь надо понимать важную деталь. Трамп на должности президента США и Путин на должности президента РФ имеют совершенно различные права и обязанности как перед избирателями, так и перед своими политическими силами. Вернее, Путин вообще не имеет никаких обязательств и он подчиняется своим или внушенным бредовым идеям, имеющим слабые связи с реальностью. Это самое слабое место РФ, которое можно ликвидировать лишь самой Московией. Там любой правитель за пару лет становится самодержцем и самодуром, и это хорошо для тех, кому понадобится слить Кремль в унитаз. У Трампа нет подобной вольницы, и он обязан оглядываться как на мнение избирателя, так и на тех, кто выдвинул его на пост президента, на республиканскую партию. А это и есть те круги, в основе которых регионы, связанные с энергетикой и военно-промышленным комплексом. Они не дадут Трампу брыкаться так, как ему бы хотелось, и ситуация будет развиваться так, как нужно. Путин не заметил, что теперь Запад изменил отношение к его быковатой манере общения и бандитским особенностям поведения. Если раньше их старались не замечать, потом как-то пояснить неправильность всего этого, то теперь там перестроились и нашли схему, при которой и Московию можно похоронить и прекрасно на этом заработать. Самое главное открытие, впрочем, пока не пущено в ход, но все к тому идет. Как мы говорили выше, Штаты разворачивают свою внешнюю политику так, чтобы в конечном итоге сверхприбыли от той же нефти, получаемые третьими странами, заходили в США в виде оплаты за американские товары и услуги. Ведь фокус в том, что примерно такой же схемой пользуются и остальные страны Запада, но со своими вариациями. Та же Европа получала свои деньги за газ в виде наполнения счетов своих банков украденным баблом, скупки недвижимости, предметов искусства, эксклюзивных авто, яхт и самолетов, а замки и вовсе шли со скоростью утренних парижских круассанов. Причем появился устойчивый спрос на то, на что сами европейцы не сильно раскошеливались, ибо на такое могут идти только ворованные или совсем легкие деньги. Ну и понятно, возникли многочисленные ручейки бабла, прямо затекающие в карманы общественных и политических деятелей, прессы и прочих. С одной стороны, деньги, пусть и не очень прилично, но все же возвращались в экономику той страны, которая покупала российский газ. Кстати, сам Путин и его халуи именно об этом вещали, когда речь заходила об ответных санкциях. И, наверное, именно это имела в виду та же Ангела Меркель, когда посылала в Штаты месседж о том, что американские санкции не должны затронуть интересы Германии. Но Великобритания разработала рецептуру, которая лечит эту проблему легко и элегантно, одновременно обрезая массу коррупционных потоков. Надо внимательно следить за тем, как там осуществляется пилотный проект по аресту и конфискации всего нажитого непосильным трудом российскими трудяками. То есть прямо сейчас отрабатывается механизм прямого возврата этих денег в экономику страны, прямо и без грязных игр. Штаты это могли бы сделать и раньше, но важно было, чтобы это начал кто-то другой. Для нас это интересно тем, что любое последующее быкование Путина будет лишь ускорять процесс, уже запущенный Западом. В этой связи вспомним о том, почему мы до сих пор не приступили к освобождению нашей территории, начиная с Донбасса. Этого не произошло потому, что Москва угрожала принять ответные меры, имея в виду ввод своих регулярных войск. Однако сейчас уже не 2014 год, и Украина уже готова встретить Лапотника и навалять ему по самой неболой. Кроме того, россияне могут столкнуться с ситуацией, уже известной по сирийскому хишаму, когда им в Москву поступит звонок с простым вопросом. Это ваши люди там впереди? Они идут в расположение наших военных инструкторов, а их мы будем защищать. А далее по плану. Не зря же вдоль российских границ и линии фронта баражируют американские самолеты и беспилотники, обеспечивающие оперативное целеуказание. Фокус, давно известный как «Нас там нет», уже срабатывает в обратную сторону, и последствия становятся дословным повторением гибридной формулы с окончанием «ну нет так нет». А дальше все последствия, которые уже заложены в схему, но с менее бодрым темпом. Любое подобное движение Москвы многократно усилит скорость их реализации. Грубо говоря, это станет не просто ожидаемой, но даже желаемой реакцией Москвы. Это будет уже мертвая хватка капкана, из которого федерация живой не выберется. Но есть же и внутренняя пружина. Все эти четыре года Украина поднимала свою армию и, как могла, снабжала ее всем необходимым. Сейчас это уже боеспособная и очень мотивированная военная сила, заточенная не на войну вообще, а на битву именно с российской агрессией. Армия уже имеет обширный опыт боевых действий именно с этим противником и прекрасно знает, чем его надо лечить. Она живет в режиме постоянной подготовки, но подготовки к чему? Только в последнее время стали открыто делаться заявления о том, что она готовится не только к обороне от российских войск, но и к наступательным действиям, целью которых является восстановление территориальной целостности Украины. В этом уже нет сомнений, армия готовится выбивать всю скопившуюся на Донбассе дрянь. Согласимся, по логике вещей, такого рода подготовка не может быть вечной и когда-то обязан наступить день Д, когда начнется реализация давно анонсированного восстановления границ Украины. Иначе просто не может быть. Раньше этого не случилось по двум причинам. Армия не вышла на нужные кондиции, а кроме того, Европа и мировое сообщество, в том числе и США, желали до конца пройти путь мирного варианта достижения этой цели. Так вот, армия уже готова, а тот путь пройден. Дело Скрипаля показало, что Москва – международный террорист, который проявляет агрессию везде, где она не получает жесткий ответ по своей кровавой харе. С этим уже тоже все понятно. Уже нет альтруистов, которые всерьез рассматривают сценарий, при котором Москва одумается и все такое. Достаточно послушать хамоватые речи у персонажа, которого Путин назначил представителем в ООН, чтобы понять, разговор может быть один – гнать с позором из зала заседаний, пока за ним не закроется дверь. Кроме того, Порошенко вложился в армию душой, временем и деньгами. Это его детище, и он вряд ли допустит, чтобы кто-то повел ее в бой вместо него, или еще хуже – передумал и пустил на смарку все эти усилия. Так что время начала операции жестко коррелируется с каденцией Порошенко на посту президента Украины. Думаю, тут ни у кого нет сомнений. Но тут есть еще важный момент, которого ждут все адекватные украинцы – санации нашего общества. Слишком много дряни явно жрет с рук Москвы, а гадит в Украине. Так вот, при указанном выше раскладе, вся эта дрянь будет мобилизована в авральном порядке и будет действовать открыто на стороне оккупанта. Вот в этот момент и может произойти санация, которой нельзя было делать раньше. А тут вся эта дрянь уже явно поднимет головку, как это сделала Гадя и Рубан, и станут заметны для всех и доступны для правоохранительных органов. Поэтому уподобимся поэту, стихи которого цитировал Киса Воробьянинов. «Этот май-боловник, этот май-чародей, веет свежим своим апохалом». Может и не май, поскольку тут не все от нас зависит, но уже скоро. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова